Друзья, мы продолжаем серию передач на встречу пиру. Действительно, 19 августа в Ярославле состоится грандиозное масштабное событие пикник пир на Волге. И сегодня у нас в гостях еще один человек, который был на прошлом пире и обязательно пойдет на следующий телеведущая, руководитель Грации Юлия Тихомирова. Доброе утро! Привет, ребят! Юль, ну что, любишь поесть? Спрашиваешь. Обожаю. Обожаешь. Это мое любимое занятие. Одно из любимых. Что понравилось в прошлом году? Что удалось самой попробовать? Я шла на Власенковых и попробовала от команды Власенковых стейки. Мне кажется, все, не только я, были в восторге. Ну а так, если честно, охватив глазами все, что там было, мне хотелось попробовать все. Свои привычки в питании можно назвать здоровыми? Я их четко разделяю. Когда я иду в разнос, нет, я имею ввиду морально, то, конечно же, ни о каком здоровом питании речи не идет. Но как только этот период заканчивается, я беру себя в руки и я понимаю, что нужно питаться так, как тренер прописал. То есть действительно любишь все? Жареное, остренькое? Ой, нет, нет, нет. Жареное я не люблю точно. Исключение составляет картофель фри. Давно уже не кушаю ничего жареного, почему-то организм не воспринимает. Очень люблю в вареном виде все. И рыбу, и мясо. Но классно еще получается на гриле. Гриль – это замена жареному. А, то есть ты считаешь, что гриль – это не… Это не жареное. Абсолютно не жареное. Если ты не добавляешь туда масло на гриле, в собственном соку все готовится, это все очень вкусно, нереально вкусно и очень полезно. Что считаешь, стоит попробовать людям, которые придут на пир на Волге? Я не знаю, чем будут удивлять, но я опять иду на Власенковых. Потому что я 19 августа иду в разнос. Там будут бургеры от Власенковых. Есть у тебя предпочтения в национальных каких-то кухнях? Мне кажется, в каждой кухне есть свои вкусные особенности. Например, в русской кухне я никогда не могу пройти мимо щей и сквашенной капусты. Это мое любимое блюдо. Ну, понятно, что Япония – это всеми любимые роллы. Что еще? В каждой кухне можно найти свое коронное блюдо. Шашлык-машлык. Шашлык, я хочу шашлык из осетрины. А как относишься к пицце? Юля Тихомирова заплакала. Почему? Это моя любовь. Я обожаю пиццу. Я где-то прочитала, что в некоторых сортах и в некоторых видах пиццы до тысячи калорий. Вы представляете? Съел пиццу. Ста граммов? Ну, я не знаю. Самой пиццы? Я не знаю, может, ста граммов. Сколько я знаю, тысяча калорий содержится в подсолнечном масле, то есть это нужно его стаканами пить, чтобы там было пищи. Вот ты представляешь, съел пиццу и весь день свободен. И к тренеру на дорожку. Да-да-да. Пиццу обожаю. Больше всего люблю Маргариту. Ну, я думаю, что пицца тоже будет благодаря нашим замечательным партнерам и участникам, которые приедут на пир на Волге. Ну, я с собой приведу грацию, а не те еще, так скажем, поборники здорового образа жизни. То есть они тоже любят пиццу, бургеры и все это едят? Конечно, конечно, конечно. Но понятно, что как только они начинают плюшеветь, я им говорю, девушки, все, переходим на здоровое питание. Не всегда это удается? Мужчины любят таких плюшевых девчонок, да? Да, мне здесь массажист недавно сказала, она мне массировала, говорит, Юля, не надо худеть, не надо, зачем косточки? Женщина должна быть мягонькая. Моя любимая грация в январе 2018-го будет отмечать 20-летие. И мы уже с августа начинаем всей своей большой компанией готовиться к этому событию. И, естественно, всей своей большой компанией мы придем на пир на Волге. Будем кушать, а после этого начинать худеть. Приходите вместе с нами. Приходите, друзья. Это была Юлия Тихомирова, телеведущая и руководитель потрясающего шоу, наверное, одного из лучших хоккейных групп поддержки в нашей стране. Спасибо большое. Спасибо.